Победу Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции обсудим с востоковедом Русланом Сулеймановым. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Итак, Эрдоган остается у власти еще на 5 лет. Как вы оцениваете настроение в Турции после его очередной победы, учитывая, что кандидат от оппозиции поддержали 48% избирателей? И вот некоторые эксперты говорят о расколе в обществе. Вы с этим согласны? Да, я абсолютно согласен. Это огромная проблема для Турции. Поляризация в обществе, которая сохраняется и, очевидно, будет нарастать. Это проблема не вчерашнего и даже не позавчерашнего дня. В Турции идет раскол и по этническому, и по религиозному признаку, и по экономическому признаку. Я бы обратил внимание на вчерашнее выступление Эрдогана, который, празднуя свою победу в Стамбуле, опять же говорил о том, что оппозицию поддерживают какие-то пособники террористов, люди, которые хотят провозгласить в Турции ЛГБТ и так далее. То есть он не обратился к тем 25 миллионам человек, которые проголосовали за Кавыч Даровну. Он не попытался их привлечь на свою сторону. То есть поляризация очень серьезный вопрос, и она, повторюсь, будет только нарастать. Руслан, вы отмечали, что Центризбирком Турции сохранил автономность, несмотря на автократию. Никаких нареканий к процессу голосования действительно не было. Но можно ли считать, что конкуренты были в равных условиях? И насколько оправдано заявление Калыч Дароглу о том, что эти выборы были самыми несправедливыми за последние годы? Безусловно, это были несправедливые выборы, если мы говорим об избирательной кампании. Безусловно, кандидаты находились не в равных условиях. Достаточно вспомнить о том, что у Эрдогана контроль над почти 90-95% ведущих средств массовой информации. И можно вспомнить, например, о такой государственной телерадиокомпании, как ТРТ, которая перед первым туром предоставила Эрдогану для агитации 48 часов, а Кавыч Дароглу только 32 минуты. И, конечно, Эрдоган прибегал к оскорблениям в адрес оппозиции Калыч Дароглу, в частности, что тиражировалось теми же средствами массовой информации. А возможности у Калыч Дароглу ответить практически не было. Он приглашал Эрдогана на дебаты за три дня до второго тура, но Эрдоган их избежал, очевидно, испугавшись. Кемаль Калыч Дароглу после поражения пообещал продолжить борьбу за демократию. Думаете, у него получится? И сохранится ли единство оппозиции? Это сложный вопрос. Пока что не было каких-то внятных заявлений от представителей оппозиции. Вчера выступали несколько лидеров партий, входящих в эту оппозиционную коалицию. Она состоит из шести партий. И я бы обратил внимание на то, что каждый из них говорил за себя. Они не говорили про коалицию, про будущее этой коалиции. Каждый обращался исключительно к своему электорату и говорил исключительно о своих личных планах. Сейчас проходят встречи оппозиционеров, на которых будет решаться судьба, в том числе Калыч Дароглу. Останется ли он, например, во главе ведущей оппозиционной республиканской народной партии. Но так или иначе, безусловно, давление на оппозицию будет нарастать, будет увеличиваться. И я не исключаю того, что оппозиционная коалиция может даже распасться. Руслана, вот какую роль в результатах голосования сыграла поддержка Асинана Огана, который в первом туре получил 5% голосов? Он, напомню для зрителей, перед вторым туром поддержал Эрдогана, хотя критиковал его во время кампании. Я думаю, что да, сыграла какую-то роль, незначительную, потому что все-таки у Огана неустойчивый электорат. Это протестный электорат, это люди, которые устали и от действующей власти, и от оппозиции, которая никак не может достичь успеха ни на парламентских, ни на президентских выборах. Поэтому вот эта поддержка со стороны Огана, она была, на мой взгляд, не такой существенной и даже не решающей на выборах во втором туре. А вот политологи отмечали два основных фактора на этих выборах. Это экономический кризис, включая рекордно высокую инфляцию, и разрушительные землетрясения с десятками тысяч жертв, которые выявили масштаб коррупции в строительной сфере. Считается, что именно из-за этого поддержка Ордогана упала. Выходят, эти факторы решающими не оказались. И что их перевесило, по-вашему? Эти факторы были решающими в ходе предвыборной кампании, наверное, примерно до конца апреля-начала мая. Ордогану, на мой взгляд, опять же, за счет своего доминирования в публичном поле удалось перехватить инициативу. Все рейтинги, начиная с марта, показывали превосходство Калыч-Дару-Глу. И уже даже за два-три дня до первого тура многие рейтинги все равно отдавали предпочтение Калыч-Дару-Глу. Однако, я думаю, что вот этот акцент на помпезности, на масштабности тех мероприятий, в которых участвовал Эрдоган, когда он, например, открывал в очередной раз с Путиным атомную электростанцию АКУЮ, когда он презентовал первый турецкий электромобиль и так далее, и тому подобное. Вот эта масштабность, когда в режиме нон-стоп по всем ведущим турецким телеканалам транслировали выступления Эрдогана и какие-то громкие церемонии, фестивали, вот это, я думаю, покорило широкого, неискушенного турецкого избирателя. Положение в Турции, правда, сложное. У Эрдогана есть план, как вы думаете, по выводу страны из бедственного положения? В том-то и дело, что у Эрдогана нет какого-то четкого плана в том, что касается той же ситуации в экономике. Всю свою предвыборную кампанию он отвлекал внимание избирателя от насущных проблем, от той же инфляции, от падающего курса лиры. Он обращался к турецкому могуществу, к величию, к тому, что он защищает интересы Турции перед Западом и так далее. Но сейчас страна будет возвращаться к своим повседневным проблемам, в том числе к росту цен на продукты питания. Достаточно вспомнить о Луке, который стал притчей во языцах. Год назад он стоил, скажем, 3 турецкие лиры, а сейчас уже 30 турецких лир. И Эрдоган, поскольку окружил себя людьми лояльными, но часто некомпетентными, он сам не знает, как выходить из этой ситуации. Он не предложил какого-то конкретного плана, поэтому экономический кризис в Турции будет, очевидно, только нарастать. Руслан, скажите, пожалуйста, а верно, что большие города поддержали Калыч-Дороглу, а вот глубинка поддержала Эрдогана? Да, это справедливое утверждение, и такое деление на город и деревню в общем и целом сохраняется. Если посмотреть на карту распределения голосов, то действительно провинция, сельская местность, неразвитые в промышленном отношении регионы выбирают по-прежнему Эрдогана. Но с другой стороны, поскольку в той же провинции становится все меньше и меньше возможностей для самореализации, для работы, многие же переезжают в крупные города, и уже в крупных городах сильно возрастает поддержка Эрдогана. Турция – важный крок в региональной мировой политике. В частности, посредник в зерновой сделке, благодаря которой украинское продовольствие экспортируется по морю. Как считаете, изменится ли роль Стамбула в регионе в условиях войны? На чем сконцентрируется Эрдоган? На решении внутренних проблем или на внешней политике? В последнее время он больше концентрируется на внешней политике и пытается обращать внимание своего электората и вообще всей Турции именно на его какие-то внешнеполитические успехи, что он активно делал в прошлом году, и частично в этом, я думаю, продолжится его игра с НАТО относительно вступления или не вступления Швеции. Я думаю, в конечном счете он согласится на ее принятие, но ему нужно как-то проявить себя защитником турецких интересов. Что касается войны в Украине, я полагаю, что он продолжит пытаться играть посредническую роль, хотя, как мы понимаем, любые мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны. Это стало понятно в начале апреля прошлого года, когда весь мир узнал о зверствах российской армии в Буче. И тогда же министр иностранных дел Турции Мирлюд Чавушауглу заявил о том, что сообщения из Бучи подорвали переговорный процесс. Поэтому какие-то вообще переговоры между Россией и Украиной о мире, я думаю, сейчас при посредничестве Турции или кого бы то ни было еще невозможны, будут, вероятно, какие-то консультации по конкретным вопросам, будь то обмен военнопленными и так далее, но не более того. И опять же, для Эрдогана это довольно опасная ситуация, потому что, да, он пытается усидеть на двух стульях, но в какой-то момент, я думаю, в Кремле сильно возрастет недовольство его двойной игрой, когда он поставляет Украине вооружение, и это не только беспилотно. Руслан, скажите, пожалуйста, а вот закручивание гаек в противодействии оппозиции, как вы думаете, продолжится? Мы пытаемся восстановить связь с Русланом Сулеймановым, востоковедом. Если вы нас слышите, слышно ли нас, Руслан? Я здесь. Да, скажите, пожалуйста, по-вашему, как вы думаете, я понимаю, связь, прямой эфир. Скажите, пожалуйста, по-вашему, продолжится ли закручивание гаек относительно противодействия оппозиции в стране? Да, такая опасность есть, и если оппозиция не предпримет каких-то решительных шагов, я думаю, да, многие оппозиционеры могут пострадать. Я бы не стал утверждать что-либо подобное, скажем, относительно Кемаля Квыч-Даруглу, председателя ведущей оппозиционной партии, но есть угроза над мэром Стамбула и Кремом Имам-Углу, в отношении которого уже вынесен приговор в декабре прошлого года. Стамбульский суд его приговорил почти к трем годам лишения свободы и на пять лет запретил заниматься политической деятельностью. И этот приговор пока не вступил в силу, он должен быть одобрен вышестоящей инстанцией, у него продолжается апелляция, но вот сейчас высока вероятность, что Имам-Углу окажется за решеткой. И то же самое можно сказать относительно других ярких оппозиционеров Турции. Поэтому, да, я думаю, Эрдоган будет увеличивать свое давление на оппозицию и на свободные СМИ. Руслан Сулейманов, Востоковед, огромное спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. До встречи. Хорошего дня. Спасибо. Продолжение следует...